Я хочу всем родителям и всем тренерам сказать, что шпагаты начальной подготовки можно делать не раньше, чем через месяц, через полтора от занятий прошлой демонстрации. Никаких шпагатов по этому делать просто не нужно, потому что сначала надо подготовить тему, сначала надо расценивать все подколенные связки, и только потом, чьи детей делать шпагаты. Если вы так и подготовите тему, то шпагаты пройдут, обучение шпагатам без болезней, без всяких слез, без фихических травм, не будут ваши дети рыдать, а слезами будут прибегать с тренировки. Для них это все будет игра. Вот теперь мы только начинаем делать шпагаты. Ну вот и теперь сам принцип обучения, как маленького ребенка правильно посадить шпагат с тренировкой. Тут стоит она у вас на правилочке, ровно-ровно. Вы опять же, облупеете, то есть позвоночник, проводите руку прям, она должна эту линию чувствовать. Шок на шорте-то, штанишке, приходит вниз. Вы берете ее вот так и за ведрышком, но ничего не дарите, никогда ничего не дарите ребенку, чтобы он не спирался. Эта ручка сверху, она у вас вся ручка могла. Первым делом поднять сзади коленку сама. Оп, вот она стоит перед ним горло. Вот она опять, эта линия у нее сохранилась. Вот этой ручкой немножечко просто на себя, чтобы она не вывернулась вот так. Видите, шок-шок. Вот она ровно. И она сама, я ее не держу, я просто контролирую. Она сама по силе, сколько ей может. Она будет у вас вот так вот покачиваться. Вот у меня руки свободные. Просто контролирует эту косточку. Потихонечку, потихонечку, потихонечку она садится, садится. Как только она вывернулась, все, стоп. Сразу сначала, опять поставили, опять перейти. Все это нужно рисовать, оберегать. Косточки проверили, взяли. Стань качкой. Выпрямляй коленочкой. И вот так на этом, на этом. Вот так каждая мама моих детей вот так вот сидит. Тренняя объяснила один раз, что каждая мама вот это делает.